так доброе утро всем так все всем доброе утро собираемся значит собираемся так все отлично всем доброе утро дорогие друзья мы продолжаем изучать притчи притчи царя сломона алекс поделка все на месте значит можно стартовать все доброе утро шалом всем шалом у нас все больше и больше со всего мира людей которые представляете был царь соломон шломом он жил три тысячи лет назад ну около трех тысяч лет назад и он в иерусалиме изучал все знания которое было до него он был сыном царя давида царь давид он был всю жизнь самоотверженно просто невероятно служил богу и бог ему открывал все тайны вообще все тайны но до сих пор практически весь мир большая часть мира разговаривает с богом улица через псалмы давида это были его 150 псалмов которыми он говорил с богом как песни его он начали был пастухом потом убил галиата да то есть вот в чем почему одним бог открывается сильнее другим монет вот это мы красно царе давиде можем понять почему ему бог открылся ну вот настолько сильно да что мы до сих пор все что род миссии машек это будет тот кто спаситель спасителя на правильное слово то есть род еврейских царей это идут все царя давида а сам он был пастух и сын не сын а он был внук правнук бабушки которая приняла иудаизм то есть его бабушка руд она же приняла иудаизм она была мавитянкой и как он пастух он был чуть ли там было подозрение что незаконно рожденный и остальные братья не хотели с ним общаться он был поэтому пастух а потом он пришел к братьям в армию царь давид он еще не был царем и он пришел им принести еду и в это время галият почти трехметровый два с половиной метра обезьяна такая дома витянская он значит гали отходит в еще он обвешался тонной медных доспехов у него копье одно весело там 200 килограмм да ну то есть он реально такая махина танк такой до авианосец и он ходит и кричит еврейский стоит лагерь царь шауль тогда был царем и он ходит кричит ну чё там я вообще всех порву там на части поразрываю на евреев кто на меня это за все боятся и царь давид говорит что этот говорит вообще обезьяна позволит народ бога да и как с нами же бог говорит так чё нам бояться дайте я пойду ему говорят куда ты пойдешь он говорит все я сейчас пойду пустите меня да короче ему ну говорят ладно иди а у него даже на него не было доспехов ничего не было он выходит берет камень берет значит на этого галията тот начал смеяться он говорит кто это вообще кого вы против меня послали царь давид берет камень крутит 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 над головой и тедает ему камень попадает ему в лоб, тот падает, теряет сознание. Царь Давид к нему успевает подбежать, выхватить меч и отрезать ему голову. Все, пока он там лежал. Ну, такой он, видно, толстый был. И, значит, в этом была его суть. Он вообще ничего, никого, кроме Бога, не боялся. И поэтому царь Давид, он поднимался потом от одной высоты постижения Божественного до другой, и он поднялся на самый высокий уровень. Но, но Бог ему сказал, храм ты не построишь, потому что ты очень много крови пролил. Он, при том, что он все за Бога, у него не было личных, никаких у него не было личных побуждений убивать людей, но он именно был такой, вот именно как это называется, джихад, джихад такой, да, делал джихад, воин такой, да. И Бог ему сказал, храм ты не построишь, построит его царь Соломон. И вот, значит, потом у него родился сын. Царь Соломон это был единственный сын у Батшевы, его жены, тоже интересная очень история, но я сейчас не буду ее рассказывать, в одном из роков я ее рассказывал. Одна из самых интересных историй, которые я в жизни знаю. И вот царь, царь Соломон, он был мудрейший из людей. Почему он мудрейший был из людей? Как царь Давид, он хотел служить Богу, и для него это было именно сердцем он хотел, он такой был эмоциональный, да, такой воин. Также царь Соломон, он был мудрец, он хотел понять Бога, то есть у него настолько было стремление к Богу, настолько он хотел понять Бога, что Бог ему открывал тайны Торы. И потом он записал книгу Мишли, притчи, одна из трех книг, которые вошли в письменную Тору. И мы сейчас ее изучаем. Представьте, какая удивительная вещь. Прошло три тысячи лет, и мы сейчас как раз подошли к девятому отрывку двенадцатой главы. Девятый отрывок двенадцатой главы начинается с того, что переводится это так, лучше быть легким и работать у него, и рабом ему, дословно переводится, лучше быть легким и рабом ему, чем важничать, понтоваться, это вот так, важничать и понтоваться, вэхасар лэхом, и ему не хватает хлеба. Что имеется в виду? Значит, есть люди, и всегда были люди, значит, люди стремятся, вначале люди стремятся к удовлетворению своих материальных потребностей. Еда, питье, крыша над головой, то есть материальный, нужно удовлетворить материальный свой план. Потом, как только человек удовлетворил материальный план, он начинает удовлетворять духовный план с того, что называется акавод, почет. Он говорит, секундочку, вы должны меня уважать, меня дети должны уважать, меня все должны уважать. Кто меня не уважает? Спрашивая человек. И он стремится к почету, он открывает инстаграм, это всегда так было, да, инстаграм, фейсбук, он покупает себе красивого осла, его там надевают потом на осла красивую попону, всякие там украшения. Теперь, это следующая ступень, почет. Потом, если он почета добился, то ему идет следующая ступень, он стремится к власти. Он говорит, секундочку, меня уже все уважают, но я хочу, чтобы все было только, как я сказал. Он стремится к власти. И потом, потом некоторые люди, они стремятся к самореализации, то есть перейти на следующий уровень духовного развития. Это редко кто доходит до этого уровня, чтобы вообще стремиться к духовному развитию. Теперь, нам сейчас царь Сламон открывает такую интересную, интересную такую вот нюанс. он говорит, вот есть человек, он в таком еще положении, то есть он не удовлетворил еще свои материальные потребности все, но он стремится к почету. А человек, который стремится к почету, он, ну, типа, не по понятиям мне, например, там, встать куда-то, сбегать, там, что-то поработать за небольшие деньги, да, и так далее. И царь Сламон говорит, это неправильное поведение. Лучше быть легким, говорит, и рабом у него, у кого у него, вот сейчас мы разберемся, у кого у него. В общем, лучше быть легким и работать, чем понтоваться, и не хватает тебе хлеба. То есть, это он дает конкретный нам совет. Я помню, я работал на разных работах, я в Америке листовки раздавал, там все, то есть, когда работал на любых разных работах, да, я это интуитивно чувствовал, что, в принципе, почет это дело такое, а если кушать надо, так надо работать, все по-простому. Теперь, но есть еще другая здесь, другой аспект, здесь есть аспект духовный, да, духовный аспект. Лучше быть легким и работать на него, чем понтоваться, и не хватает тебе хлеба. Есть у человека материальный план, есть духовный план. теперь материальный план, он, сколько человеку надо, это большой вопрос, то есть, одному человеку надо, чтобы ему было там три раза в день мясо поесть, с картошкой, выпить вечером, там, ну и так далее. Есть люди, которым надо много, а есть люди, которым надо мало, то есть, есть идеал, идеал Торы, говорится так, хлеб ешь, воду пей, на земле спи, жизнью страданий живи, Тору учи, если ты делаешь так, счастлив ты и хорошо тебе, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Что это значит? Это не значит, что ты прямо должен только спать на земле, хлеб есть и воду пить. Это значит, что ты должен установить уровень достаточности на вот таком уровне. Когда тебе этого достаточно, когда ты не изнеженный человек, которому надо, который, если нет у него воды горячей, все, капец, он уже страдает, исходит с ума. Если ты на вот этом уровне, что тебе достаточно, хлеб, вода, земля, ну и там жизнью страданий, тренируешься, там еще и пашешь плюс, и еще, и учишь в это время Тору, тогда все остальное ты будешь счастлив. Тебя ничего не заставит обмануть, тебя ничего не заставит согрешить. То есть у тебя уровень достаточности, такой, да, астетизм, астетизм, уровень достаточности. Есть больше? Отлично, спасибо. Нет больше? Ну и нету больше. А мне и так достаточно, да? Такой человек счастлив в этом мире и у него будет все хорошо Валаамаба, потому что он же Тору учит и он понимает, что можно делать, что нельзя делать, что правильно, что неправильно. Его ничто не заставит идти против Торы. Понятно. Теперь лучше быть легким и работать на него, на свою душу имеется в виду, чем понтоваться, и тебе не хватает хлеба. То есть понтоваться, имеется в виду, это жить, стремиться к излишествам. А не хватает хлеба, не хватает хлеба, это в этом случае, в примере, в метафоре, это знание Торы. Понятно. Потому что люди, в принципе, стремятся до всех излишествам. То есть стремятся к излишествам, как я слышал такое выражение, что люди работают день и ночь для того, чтобы покупать вещи, которые нужны для того, чтобы произвести впечатление на тех людей, которые им не важны. По большому счету. Хорошо. Дальше. Десятый отрывок, очень известный такой. Знает цадик, иудея цадик, нефеш бэгемто. Знает цадик душу своей скотины, своего животного домашнего. Верахамэры шаим ахзари. И милосердие злодеев, это жестокость. Опять, без объяснений непонятно. Знает цадик душу своего домашнего животного. Бэгема, это есть хайот, это дети животные, бэмот, это домашние животные. Значит, когда, ну, цадик, кто такой, мы знаем. Цадик, это тот, который выполняет заповеди Бога и стремится к Богу, его стремление к Богу. Теперь, какую знает он душу своего животного? Вот вопрос. Значит, если по-простому идти, то раньше все люди, Аврам был пастухом, Ицкак был пастух, Яков был пастух, Царь Давид был пастух, Мошер Абену был пастух. Все они были пастухи, и они как раз и выращивали домашних животных, и их пасли. И они реально знали, нефеш, это животная душа, как запрограммировано животное, это, ну, как это овца запрограммирована. То есть, сейчас мне, например, покажи овцу, я не знаю, с какой стороны к ней подойти. А цадики того времени, они видели овцу, они сразу понимали, вообще, ее возраст, рост, вес, стремление какие-то, ее темперамент, они знали. Яков Авину, Яков Авину, про отец Яков, он когда работал у Лавана пастухом, и они договорились, что ему пойдут овцы, например, крапчатые, а тому останутся белые. Так он даже знал, как палочки расставить, когда овцы были на водопое, он знал, как палочки там специально расставить, чтобы рождались только крапчатые. Лаван говорит, меняем условия, теперь крапчатые идут мне, а белые тебе. Яков говорит, отлично, хорошо, но он же знал бы, нефеш БМТ, он знал душу своего животного этого, да, он овцам, значит, сделал какие-то еще манипуляции, рождаются только белые. Это по-простому, то есть цадик, он знает, как работает вот этот вот животный мир. Милосердие злодеев, жестокость. Как это может быть, что милосердие злодеев, жестокость? И тут мы опять же приходим к отличию между цадиком и злодеем. Отличие между цадиком и злодеем это в направлении движения. Цадик, для него важен Бог и заповеди, и он хочет служить Богу и выполнять заповеди. Злодей, он из своей системы координат Бога вытаскивает, и он служит кому? Себе. Себе или там, идолам, каким-то, которые опять же, служение идолам, это опять же служение себе. То есть, он детей в жертву принес, чтобы был урожай хороший. Он, значит, там поубивал каких-нибудь врагов своих, чтобы, чтобы картошка уродилась. Да, то есть, он как бы служит, все равно даже идолам он служит, он себе служит, да. Теперь, это злодей. Почему же тогда милосердие злодеев, одно жестокость? Потому, что возьмем, например, злодея, который свое животное, он его бережет. А зачем он его бережет? Он его бережет не потому, что, кстати, в Торе надо знать, что приносить страдания животным, это запрет истории. То есть, запрещено издеваться над животными, это запрет истории, прям конкретно. Запрещено нарушать шаббатом, запрещено убивать, и запрещено приносить страдания животным. Но если цадик, он, если злодей, он, у него есть милосердие над животными, зачем? Скорее всего, он потом этих животных хочет использовать каким-то образом, для каких-то своих целей. То есть, и по ходу получается, все равно его милосердие для того, чтобы как-то воспользоваться им. То есть это уже не милосердие, а это жестокость. И теперь, но есть тут более глубокое понимание этого отрывка, мне оно больше подходит, больше понятно. Значит, у человека есть его душа и есть его тело. И в некоторых понятиях можно сказать, что мое тело – это мое животное. То есть тело человека, оно устроено примерно как тело любого животного, обезьяны и так далее. По тем же законам так же двигается. Обезьяна сильнее, лошадь быстрее, департа тоже быстрее. Но тем не менее, примерно 99% между человеком и обезьяной сходится. И вот садик, который себя отождествляет со своей душой, он говорит, я – это моя душа, я – это не мое тело. Мое тело – это мое животное. И теперь понятно, знает садик нефеш беемто. Он знает, как устроено свое животное. И он это животное свое держит в правильных условиях. Он его там с утра в холодный душ, потом 10 километров бежать. Животное такое, я не могу. Отца не говорит, бежать, все, значит, должен бежать. Потом это он знает нефеш беемто, он умеет им управлять. И милосердие злодеев – это жестокость. Злодей, он… Как живет злодей? Он живет ради своего тела. Получать удовольствие, кайфовать и так далее. Но это жестокость по отношению к своей душе. То есть, когда ты свое тело попускаешь, ну, типа, отдохни, ну, полежи, ну, там, поспи еще чуть-чуть. Ну, там, ну, не хочешь вставать на молитву? Не вставай. Это на самом деле жестоко к своей душе, потому что, когда ты не можешь заставлять свое тело работать, тогда ты уничтожаешь, получается, свою душу. Вот это вот больше мне нравится объяснение. Оно как бы дает такой духовный класс. Теперь следующий отрывок. Одиннадцатый. Одиннадцатый отрывок. Значит, тут интересная вообще такая вещь. Овет адмато изба лехов. Написано так. Тот, кто земледелец, обрабатывающий землю, насытится хлебом. Умирадев рейтим, хасар лев. А тот, кто гонится за пустым, хасар лев, у него нет самообладания, нет управления. Тот, кто гоняется за пустым. Значит, объясняют нам комментаторы, что значит Овет адмато, что значит земледелец. Земледелец – это человек, который, ну, по-простому, он обрабатывает землю. То есть, у него есть простой, понятный бизнес. У него есть кусок земли. Он его попахал, 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 засеял. И после этого он что должен делать? Он должен сорняки выпалывать и молиться Богу, чтобы была хорошая погода, был дождь, чтобы был урожай. И он молится Богу. В принципе, у него жизнь понятная, свободная. У него одно поле, у него одна, одна, как бы, идея. И он полагается на Бога, что все, что нужно, Бог ему даст. Потому что Бог может дать на зерно, на каждое зерно он может дать 50 зерен. Вырастет 50 зерен на каждое зерно. То есть, это очень крутая инвестиция. Или ты берешь семечку, семена стоят копейки. Вообще семена стоят копейки. Ты засеял семена, а у тебя вырос урожай. Ты этот урожай продаешь. А если ты дерево посадил? Ты один раз посадил дерево. И у тебя это сад, и дерево тебе каждый год по тонне дает, там, яблок по 100-200 килограмм. А какая у тебя? Ты сидишь, значит, ну, засеял ты, ну, жуков ты сполол. То есть, в принципе, и времени много, и такая спокойная, понятная работа. И написано, что тот, кто обрабатывает землю, насытится хлебом. То есть, он выращивает то, что сам же потом может кушать. Понятно. Кто такой Мирадев Рейтим и почему у него будет Хасар Лев? Давайте рассмотрим другие бизнесы, как люди зарабатывают. Купи-продать. То есть, потом кто-то у этого земледельца выкупил это зерно, и он должен его продать. Во-первых, там, ну, вот этот заработок, он небольшой. То есть, это не в 50 раз, как земледелец, семена в плод. То есть, заработок там 10%, 15%. Потом, дальше, когда человек, он, он занимается любым бизнесом, он очень зависит от других людей. Купят, не купят, погода, конъюнтура рынка, какие-то грузчики, какие-то еще там. Ну, то есть, очень много зависимости от внешних условий. Теперь, ну, это как бы, это еще не самый такой бизнес, ну, сложный, да, купил-продал. Но есть люди, которые там, асканим, которые что-то, они мутят, крутят. Они вот такие вот все. Вот недавно у меня была ситуация, среди моих знакомых, я познакомил двух бизнесменов, да. Одни бизнесмены, второй бизнесмен, и они начали какие-то международные операции, деньги переводят, налоги, неналоги. И потом у них, бах, арестовывают счета. Ну, в общем, очень сложная была ситуация. И это вот как раз тот, кто гонится за пустым, за пустотой. Хасар Лев, у него все время будет не хватать в сердце спокойствия. И здесь очень интересно, что, опять же, если мы соединим с предыдущим отрывком, то получается, получается, что, а зачем человек гоняется? Ведь если посмотреть, сколько человеку нужно, то ему нужно, ну, не очень много. И представьте себе жизнь. Вот у меня старший брат, Михаил Пентусевич, да, живет в Харькове. И он, значит, как он живет? У него, он выращивает, как раз он земледелец. У него грядки есть там, он овощи выращивает. Это такие овощи, я вообще-то вкуснее овощей я не ел в жизни. Вот я сейчас был у него в гостях. Он прямо пошел с грядочки, огурчик снял, помидорчик снял. Он сам это все выращивает, сам засевает, сам там поливает, сам сорняки пропалывает. Все. Он поел себе этих огурчиков, помидорчиков. Вот, облился из колодца водичкой ледяной. Тут у него баня на дровах, очень простая баня. У него был такой маленький домик. А сейчас он рядом построил еще один маленький домик, но более современный такой, да. Ну, долго у него это занимало, он не парится особо, не спешит никуда, да. Вот он утром проснулся, там облился, помедитировал, спокойно все. Поехал, два часа йогой позанимался. Потом, значит, на молитву пошел, спокойненько помолился. Потом сел, кофе попил, потом посидел, почитал что-то, пописал, с кем-то пообщался. Вернулся, свои грядочки прополол и, значит, спокойно себе живет. Все, понимаете? А я с утра до ночи утром проснулся, тренировка, работа. Сейчас урок проведу, работа, встреча с адвокатом, встреча с теми, встреча с теми. Там запись тренинга, все. И посмотри, а зачем я гонюсь? Непонятно. Потому что, в принципе, слава Богу, можно было бы так же спокойно быть, как советовал царь Соломон в 11-м отрывке. Увет адмато изба лехом. Тот, кто работает на земле, насытится хлебом. А тот, кто гоняется за пустым, у него будет все время хасер лев. Все, давайте на этом закончим. Опять же, какие сделать выводы? Первые выводы, что вообще нужно просто работать, простую работу. Вторые выводы, это то, что знает садик душу своего животного. И нельзя жалеть, не надо жалеть себя. Быть остетом надо. И надо работать на земле. Все, пойду сейчас узнаю, где земля продается. И начинаем заниматься земледелием. Там земледелие плюс овцеводство. Собираюсь овец купить, землю. Значит, куплю себе корову, наверное, козу. Вот жена сейчас обрадуется. Сейчас пойду жену обрадуюсь, что сегодня царь Соломон нам посоветовал. А я человек простой. Значит, что-то понял, надо делать. Три П. Что понял, что сделать. И все. Блинедер, значит, иду сейчас заниматься сельхозработами. Все, удачи, успехов. Сделайте свои три вывода. И, возможно, вам через изучение этих же отрывков что-то Бог другое открыл. Но мне он открыл, что надо заниматься земледелием. Все. Удачи, успехов. Шаббат шалом. Всем шаббат шалом. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова